В Якутии станет еще меньше иностранных рабочих. В республике готовится очередной указ об ограничении количества иностранцев, принимаемых на работу. На этот раз документ коснется строительства и промышленности. Напомним, что в марте Егор Борисов подписал первый подобный указ. Он запретил деятельность мигрантов в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, операциях недвижимым имуществом, рыболовстве и выращивании овощей. И первый и второй документы должны защитить национальный рынок республики и поспособствовать снижению уровня безработицы. Как отразится на сферах предстоящей, решение узнавала Саргалана Захарова. Первый указ, ограничивающий привлечение мигрантов в определенные сферы деятельности, Егор Борисов подписал еще весной этого года. Тогда, как говорят в миграционной службе, он не был столь масштабным. Там коснулась большую часть транспортников, то есть кто осуществляет трудовую деятельность на промышленных транспорте, кто торгует в стационарных объектах, в палатках, вне рынков. И овощеводство коснулось. Таких людей было, иностранных работников, более 200. А на этот раз сокращения будут более глобальными. Они пройдут в таких сферах, как строительство и промышленность, где в основном привлекают жителей ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний день трудоустроенно осуществляет трудовую деятельность более 3000 иностранных граждан. По патентам, это, например, граждане Таджикистана, Узбекистана, там по полторы, по тысячи трудоустроены на сегодняшний день. В промышленности, это большая часть граждан Украины, там порядка 500-600 человек по всей республике. Одна из главных целей УКАЗа – снижение уровня безработицы в республике. На сегодня, по информации региональной службы занятости, в Якутии насчитывают более 30 тысяч безработных людей. Из них всего около 10 тысяч стоят на учете по безработице. 34 тысячи человек безработные в республике. Тогда как 9 тысяч за 16-й год было привлечено иностранных работников в строительство. Я думаю, что мы можем это сделать. Нам надо акцентировать внимание на переквалификацию работников, на профессиональное обучение, на краткосрочных курсов именно по строительным специальностям и профессиям. И на самом деле на стройках, вероятнее всего, встретить иностранца, нежели чем представители местного населения. Работодатели предпочитают нанимать мигрантов, так как они готовы работать за более низкую заработную плату. Но в то же время, как говорят специалисты, желающих идти на производство среди местного населения немало. Есть желающие работать в промышленности. Это очень тяжелый труд, ежедневный тяжелый труд. Добывать полезные ископаемые и в строительстве то же самое. Люди работают и сроки не останавливаются, как вы можете видеть, круглогодичные. Наши граждане, я считаю, что они достаточно стимулированные, они готовы и хотят работать. О том, что проблема заключается не в нежелании якутиан работать на производстве, а все-таки в работодателях, которые стараются сэкономить на рабочей силе, сказал и Егор Борисов в своем послании. Он отметил, что решения задач в области труда и занятости населения должны стать приоритетами в республике. За последние три года выросла численность иностранных трудовых мигрантов. И ни для кого не секрет, что по большому счету это обусловлено не нехваткой рабочих рук, а желанием руководителя наших предприятий сэкономить на зарплате и социальных пакетах для работников. Но высвобождая рабочие места, их нужно тут же восполнять. В строительстве, где активно привлекаются мигранты, эта тема стоит наиболее остро. Решать кадровый вопрос планируют целенаправленной подготовкой будущих специалистов уже со школьной скамьи. Мы этим будем заниматься с помощью учебных заведений, учебных комбинатов. Дети наши должны понимать о том, что наши дома красивые рождаются не благодаря директоров или менеджеров, а с помощью рабочих сил, таких как сварщики, бетончики, каменчики. Строить даже крупные объекты без помощи извне вполне реально. Пример перинатальный центр Якутии, который должен открыть свои двери уже совсем скоро. Сейчас идут завершающие работы по внутренней отделке и уборке помещений. Как рассказал руководитель компании Адгезия, который возводит объект, 75% всех строителей в разные этапы были привлечены из местного населения. Привлеченные компании, как я уже сказал, за пределы республики, это 25%. Но там в основном россияне работают, потому что, опять же, это инженерный состав. Это достаточно высокотехнологичный вид работы. Соответственно, у нас таких специалистов в Якутске мало. Отменим, что указ коснется все же не всех приезжих специалистов. На стройках и в промышленности останутся граждане Евразийского экономического союза. В него входят такие страны, как Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Серглана Захарова, Евгений Лугинов, Владимир Таюрский. Якутия. День за днем.